Как вы помните, наверное, у нас сейчас намечена дискуссия, но я, дискуссия, это же киперпанк, она просто так пахнет, но мы, наверное, не будем проводить в этом формате дискуссии, мы, наверное, просто побеседуем, проведем такое интервью на тему. Почему, собственно, киперпанк, почему эта тема возникла? Дело в том, что первое издание первого формата, наверное, на русском языке, река Багон, там на ложечке есть такая переписка, произведение от мастера Киберпанка, но, в общем, слово Киберпанк там упомянуто. Хотелось бы выяснить, собственно, читайте сам, и свои произведения Мистерпанковскими словом, хотя бы Рега Багон, что такое Киберпанк, с чем его едят, есть ли вообще перспектива в этом направлении. Киберпанк, направление литература, возникшее в 1990-е годы, надо связывать с музыкальным стилем панк-рок. Мистерпанк, направление литература, возникшее в конце концов. Я 16 лет лет, когда панк-рок годов был, и то, как я снял с этим, это вспоживало энергии и эмиссия, и новые способности делать и смотреть на вещи, это было в complete выстрел с тем, в том, что уже было в музыке. В свое время, когда панк-рок только заводился в большую музыкальную сцену, я на полуше становился приятен. Я был поражен тем, как музыканты, используя традиционные инструменты, даже гитары, барабаны, начали с этим набором тех же инструментов делать совершенно поразительные вещи, которых раньше до того никогда никогда не делал, никогда не было. Я думаю, что cyberpunk в середине 80-х был Брюс Стерлин, Брюс Стерлин, Вильям Гибсон, Пат Хадаган, Вильям Гибсон... Брюс Стерлин. Брюс Стерлин. Брюс Стерлин. Брюс Стерлин. Брюс Стерлин. И с собой учили зимой инструмент, а в сайгурпункте занимаются идеи, и просто они издали всё новую и они new, но меньше р Saiгал. Они отлично вроде бы, как жить в мире, то людьми на сучу, так как они, как им, есть энергия. И стремление, к примеру, неразвича. Такая древняя идея. Да, и на естественной местности. Урбанная Joaquа, и на дорогах угроза. Существовавшим инструментарием научной фантастики примерно то же самое, что такую же революцию, как сделал в свое время панк-рок музыку. Причем нельзя сказать, что это не совсем еще киберпанк во многих случаях, это можно описать как математический и урбанистический панк, который привязал в концепции идеи научной фантастики, существовавшей до того, к современной цивилизации и к городским таким уличным реалиям, и урбанистический панк-рок. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Национальная фантастика, конечно, отражает реально общество, которое ее И можно тоже сказать про киберпанк, который был из них в период, когда в Великобритании, например, был Маргарет Тэтчер, в США был трейдер. То есть это был отклик на те социальные потрясения, можно сказать, катастрофы, которые происходили в обществе, в результате экономики, в результате политики Тэтчер. А yeah, it was… At that time the West was a revolution, in a sense society couldn't be able to 안돼, we just have a revolution of the right, rather a revolution of the left. And that's always a good time for literature, for writers. It's something to react against which is a writer! the sixties, is actually done in revitalization and the revolution process. только это была революция правых, а не революция левых, как начали в 20 веках. А в такие революционные времена всегда открыто очень большой простор и бессиратов нету человечества, очень безнадчат. Да, maybe for me there are maybe three or four kind of key points about cypherpunk, as it was written there. It's changed, it changes all the time. Но там действительно было бы то, что это было бы о том, что это пространство. О том, что в будущем. Это было бы как технологии влияют на людей. Там была бы понятного, как-то crime-новел, noir-сensibility. Если бы я так понимаю, что... Вы знаете, как-то crime-ритинг, как-то noir-фикцион. Да, да. Филднор. Это видимо, что сенсибилий, и то, что заживаясь, что развитие революции в институте, и в том числу, что церквал не было важных представляет. И вот эти четыре слова, которые, тех, по словам, по-потому, явно вставшие какие-то стратегические revolutionи в стране, ориентированные в Алёне-Кутелу. И первоначальный, так сказать, роман «Основоположный констентанта», первый роман про роман в этом же аре, можно, так скажем, просуммировать, указав 4 характерные особенности, которые, собственно говоря, следовали из особенностей социально-экономического устройства общества и процессов непроисходящих. Во-первых, это была тема о том, как технологии преобразуют его, во-вторых, это было часто связано с детективными и такими «чёрными», можно сказать, «нуарами», да? Ну, «нуарами» можно сказать. Да, вот. То есть с общей атмосферой, которая… Атмосфера «нуарная», да. Атмосфера «нуарная», да. Третий момент, собственно, связан с тем, что, если раньше мы говорили о государстве, то здесь идёт отход от государственных каких-то национальных концепций в сторону чистой экономики и, так скажем, процессов, которые происходят под только экономическим освобождением, то здесь неизвестно, как будет створяем всё здесь. А на первом вопросе… А на первом вопросе… «Ну, просите, немножко вылетело на первом…», это было близкое будущее, но… Да, то что это практически всегда современность или близкое будущее, near future. То есть это не фантастик, да? Это фантастик, ближний у прицела практически даже современности. Для того, чтобы объяснить, как революционная революция была, когда она вышла. Она не сочетала очень хорошо. Она выглядит очень датой. Но в то время она просто как революционная революция в жанре. В то время все революции будут такие революции. Это была первая вещь, это была 1983 год. И тогда казалось, что теперь, с этого момента, не то, что это создается новая направленность, а то, что вся фантастика с этого момента будет писаться именно так. Потому что раньше такого никогда не было. И есть такое изображение, что по большому счету подобное... она не осталась сейчас, но все, она кажется до сих пор очень полной. И, конечно, мы все хотели писать так, первое, потому что люди читали. Второе, потому что это было очень-очень круто. Это был один из тех моментов, может быть, в России, но, конечно, в Восточном. Один из тех моментов, когда сфикацией было круто. Это было круто. Это было круто, потому что для людей были для вас по-настоящему, когда люди были читывать это. Я имею в виду отличное. Это было круто. В том чистое, люди могли читать это за время. И это было круто. И через то, что в Н90-м기에 были читать это за новые. И для них было круто. И для этих, во многих книгах, где люди были читать это за битами. Когда вышли первые романы, первые романы Гибсона, это был один из тех моментов, когда читать научную фантастику стало круто. То есть реально-реально круто, по-настоящему круто, и мы читали все. Таких моментов, по большому счёту, было не так много. Это была новая волна 60-х годов, и, да, Киберпанк, и после этого новая британская волна 90-х годов. Но и так совпало, что я начал писать свои вещи в те времена, когда писать именно так, именно в Киберпанке, и, значит, в том, что стал папой Киберпанк, именно как Гибсон. Это было очень круто, и все хотели быть крутым, и все хотели писать и надо. Да. 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 Ну, значит, говорить о том, что Ян написал именно Киберпанк, это, в общем, это, конечно, очень лестно ему, но в действительности, значит, то, что я написал, это он как бы несколько опоздал к этой волне. Вот, эта волна прошла раньше, и он прочел все эти вещи, когда они выходили, но она очень быстро стала превращаться в реальность. Она стала частью повседневного, поседневного, сначала литературного фона, а потом уже практически реальной жизни. И все эти технологии, все эти вещи, о которых писали фантасты, значит, у Киберпанка, значит, биотехнологии, портативные компьютеры, значит, нейрочипы, измененные, так сказать, изменения личности, они либо уже сейчас реальны, либо становятся реальными уже в самой настоящей будущем, в самой ближайшем будущем. Фактически мы живем в реализуемом мире Киберпанка, и причем этот мир выглядит даже лучше, чем вот, чем при этом его поставили ясно. Это правда. Особенно, я, значит, технологии, это only так словно А when люди surely find их линии портографической пос 그런데 они в формате. И это правда. Weil, гораздо лучше даже через двTyния, большой интересной версии рол Pattyнерф. П supremac体 у них в видеорpekах, и в Avf Vive Diazâr, и Priкинтек Миши Нpatient, и есть гиппант pel empty бл ister еще, ВОСТОЧНАЯ МУЗЫКА В общем, можно назвать такую гипотезу, между прочим, и плохо обоснованно, что реально широкое использование технологий начинается тогда, когда ее находят портографический бизнес и начинают их применять. Визвестный человек. Да, да-да-да. И в свое время там было два типа видео, видео-могнитофонов, в котором выиграл ВИИЧЕС, несмотря на то, что ВИИЧЕС был получше, но на ВИИЧЕС была доступна порнография, и в результате ВИИЧЕС стал более распространенным. А потом то же самое произошло, допустим, с платежной системой, я не имею в виду, или полуминами, которые требуют какой-то регистрации, в частности, по ИПО, которым платили за доступ к сайтам онлайн-инкенсационных наторгов. И можно, так сказать, подытожить, что такая вот черная, значит, обратная сторона человеческой психологии, она тоже, в общем, помогает разлетворить технологические новшества. ВИИЧЕС, который я черезвечает. Поин эфири are you, а выиграете? Поин эфири, да выиграете. Да, это... ВИИЧЕС, который вам присоединяется. ВОЧЕС, который, конечно, читает по времени, который там еще и что-то цветasm, что вот я думаю, я думаю, «Стенджение необходимости». Это было вот что-то, которое, я думаю, это, какие-то в ценности, он в секCE и вот этот раз шаг, вот онлайн-инкенсационных в логии, что люди вообще делают с этим? Потому что люди никогда не делают то, что они должны делать. Технология, они найдут свои собственные использования для этого. Это может быть порт, это может быть crime, это может быть гейм, или что-то другого. Люди всегда найдут свои собственные использования для этого. И я думаю, что это очень в основном, что Снегерпанк был и все еще сегодня. Так сказать, вообще вот это все можно сказать, что вот одна из ключевых идей Киперпанка, который выделил еще «Гипсенс» и последовательства родственных романов, она в том, что улица найдет свой способ использования доступных технологий. То есть, когда разработчики, сами изобретатели, придумывают технологию, спускают ее в действительность, она впоследствии будет использоваться гораздо шире, чем первоначально думали те, кто ее разрабатывает. И эта улица, люди, они будут те же самые телефоны, смартфоны и что-нибудь еще. Одни будут использовать его для того, чтобы играть. Другие будут использовать его для совершения преступлений. Другие будут сжимать мобильники в подъезде. Потому что, пожалуйста, использование, да? То есть, технология – это тот инструмент возможности, который люди расширяют, когда он начинает использоваться. И вот эта идея, она идет в такую вот одну из ключевых идей через весь классический Киперпанк, и, по большому счету, и актуальность в ней церкви. Окей. Ну, собственно, я вам практически обо всем рассказал, чтобы спросить по поводу Киперпанка. Но есть ли перспектива этого направления, есть ли перспектива этого жанра, скажем так, как наша тигра, когда досвидельная эмоция на Западе, реально стабильного фантастики? И вдобавок к этому вопросу, я уже слышал такую термин литературологическую, как «пост-тиберпанк». That has already been... Yes, yeah, yeah. I'm probably post-post-себерпанк. Yeah. One of the great failings of contemporary literary fiction is its inability to cope with the way we live today. And all of the literary fiction is about history and about the past because the writers really don't quite understand how connected our lives are. How we... The way we live is in some ways completely different from the way we lived maybe 30 years ago because of social networkings, because of the way we can pick up the phone and find out where anyone is or find out any fact we want almost instantly. This, I think, is one of the areas where our concern for illiterary fiction just isn't getting to grips with the way the world is now. One of the biggest failures of contemporary prose is that many of her представители are not able to understand how the world changed in the last time. They write in many ways about traditional themes and, between them, the existence of all these technologies and social networks and the possibility of to connect with other people in the same way in the same way and the possibility of finding practically any information, which is available in the Internet, through a number of pages so that everything changed the world and the world and the world in the same way the world and the people who write traditional literary prose are not able to understand and understand how the people and the people are changing. Okay? Yeah. And likewise, I know a few crime writers and they were saying mobile films have made an awful lot of crime novels really hard to write because anyone can get in contact with anyone at any time and they have to find a plot, a crime plot or a device that can't be solved by somebody getting on the mobile phone and it's a major problem for crime writers is that you can find out where anyone is and talk to anyone at any time. You can phone for help out in the woods, you know. How about out in the woods? You know, I'll get my phone now and they're kind of responding to technology that way. I will get on to Sagra Pumpkin and I'll get on to and I'll get on to the next question. And I'll get on to the next question. One of the most important problems of the author of the detective is that with the spread of mobile phone everyone can literally get in any place to be able to get in any place to be able to to be able I think that's not very easy to be able to do that. Okay. Excuse me. What would it interest me? I think there's a space for a new kind of cyberpunk that isn't really is perfectly capable to write a cyberpunk novel about about the year 2013 if R. William Gibson has been writing Сайго-пункт новел, что было около 20 минут до конца. Извините, пожалуйста, реформулируйте так, чтобы я смогу сняться. Да, да, да. В общем, вы планируете, или что? Да, да. Потом обязательно вопрос, у нас есть на книге было вопрос, что река Богуф это Махавкара, это все жанры киберпанка. То есть там не так это было. Уточнить, например, про него. А потом из изнаночных вопросов? Что случилось, что, во-первых, ты это делаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь, что ты думаешь. Он писал санкерпанк-ноффелы о мире, но я думаю, что это было бы место для нового. И это был бы место для нового собаке. У нас не даст гуманин, но это не так же, как не только .комнат с точки зрения. Старие в социальных accessible технологиях. Каналин Звучит. И это был бы «панкеркнящий», «зеро» и «спык хунтрий». «спык хунтрий...» Да. Патрон-регонизация и зеро истории. Ну вот, собственно, одна из идей, которую мы сейчас пришли в бонус, она в том, что, по большому счёту, киберпанк может действительно занять какую-то лучшую террористическую прозу, рассказывая о том, как изменилось, допустим, представление писателей о том, как мы будем жить, допустим, примерно прямо сейчас, в 2013 году, относительно того, как это представляли тогда. И дополнять это теми вариантами использования технологий, которых автор, будучи тот же самый гипсом, насколько бы он ни был талантлив, всё-таки не подумал и пропустил. Да. Да. Я имею в виду, что я читал портал, который называется «How should a person be?» — by Canadian writing Hattie. Пока сейчас Майкл ищет, кстати, на тему, что пропустил Вилли Гибсон. Он пропустил, у его героев нет ни одного мобильного телефона. Да, да, он так и есть. Да, да, он так и есть. Вилли Гибсон пошел на такую книжку, значит, как всегда должны люди быть, значит, в этой канадской арте. Она очень авторнает, и очень возможностей, как и все субботы. Но она не обучается в телеграмме. Думаю, что она не обучилась. Она очень ясно, и очень опасно. Она очень удивлена. и она очень интересна, что она прекрасная, что она способна быть известной. Она хочет быть известной, она хочет быть известной. Это ее личное история. Она считает, что она deserves to be famous, потому что она именно она. И в некоторых случаях, это как бы что modern технология и традиционные cultura. Субтитры создавал DimaTorzok Для Иена вот эта книжка, которую она показала, это во многом такая новая проза, можно сказать, и при этом в ней очень много именно киберпанков вот такого, вот, но эта книжка в реалистическом жанре, это, по большому счету, история, ну, автобиографическая во многом история человека, который вырос в информационную эпоху, в эпоху информационных технологий со всеми телевизорствами. Со всеми этими возможностями, которые людей окружают, вот, и она, в общем, во многом показывает какое-то такое мнение менталитета, когда людям не нужно напрягаться, чтобы искать что-то, чего они хотят, они могут их получить, там, за несколько криков мышечность, но, и вместо этого у них возникают такие желания себя реализовать и себя показать, и вот, в результате, значит, из книжки вырастает такой персонаж, наш стебелюбивый такой, нарциссизм, да, страдающий нарциссизмом в такой определенной форме, значит, основная задача которого, как-то себя показать окружающему миру, как-то своей, и, значит, выделиться в этом плане, вот, да, да, то есть, и вот этим книжка подключает черту, характерную черту нового поколения, что это поколение, которое ищет внимание к себе. Поколение. And that's why that book's very interesting for me, in that it just shows how much the cyberpunk attitude of It's All About Me has kind of worked its way in society. Literacy fiction, so to guess. Yes, that is one of the few examples of literary fiction that actually gets the sense of what it is like to live in an online connected world, даже если она не говорит о технике, но это очевидно, что она имеет этот вид. И есть еще одна способность, что это еще в нашей жизни, это масс-up fiction. Это как Прид and Prejudice и Зомби. И, например, многие книги, где есть две разные книги, которые были вместе с другими книгами, потому что в пункте музыки вы просто взяли инструменты, вы взяли что-то там, и делали что-то новое с ним. Вы взяли новый звук, вы взяли его вместе, вы взяли его вместе. Это очень как-то cyberpunk. Вы взяли две вещи, один из них, один из них. Вы взяли инструменты и сделали новый звук. Вы взяли их вместе. Предыдущая была как раз одна из ключевых вещей, которые пишут в телепанке. Концентрация на Сибири и самореализация какой-то показа себя. А вторая вещь, которая тоже, так сказать, явно прослеживается в киберпанке. И на самом деле вообще во всех панковских вещах, и музыкальные панки тоже стоят. Это наш ад, смешение. Смешение, когда берутся сюжеты какие-то, и вмешаются в нечто совершенно другое, в какой-то коктейль, который нравится автору. И это тоже, как уже, собственно, говорилось, Сверхарагиндата с музыкальным панком, где происходит по большому счёту аналогичная вещь. То есть существующие инструменты и так далее смешиваются, значит, музыкантам в какой-то коктейль совершенно другого вида и рода. Вот. There's an old punk rock saying. People still say, punk's not dead. And it's saying, cyberpunk's not dead, actually. Так что, в общем, вполне себе по аналогии с тем, как, как говорят, что панк не умер, но, в общем, киберпанк тоже жив. То же самое можно сказать. Как раз вспомнилась книга тоже «Женщины», причём писатель стоит тоже о высокотехнологическом изучении. Анна Старбинец, замечательная у нас есть такой писатель. Прошлогодний её роман «Живой», где описывается как раз в её высокотехнологии, где одна из составляющих – это социальные сети. Вот. И она делает совершенно другие выборы из вот этой посылки, чтобы всё будет пронизано социальными сетями. Её герои, они просто делегируют, то есть полномочия из полного мозга в этой самой социальной сети, они постепенно становятся полностью зависимыми. То есть у них там, если их отключают из социальной сети, они постепенно забывают, кто они, что они, кто их друзья, что они любят. Вот всё то, что мы забиваем в этой самой социальной сети, да, всю информацию – это хранится только там в голове, у них пусто. Возможно ли это купить? Это, конечно, не киберпанк, это антиэндопия. Так вы сами понимаете? Я думаю, что это очень важная вещь. Я думаю, это именно то, что я говорил. Это новая вещь о том, как вся технология, и технология вокруг нас, меняет нашу жизнь. То есть, ну, в общем, безусловно, да, это может считаться развитием киберпанка. Более того, это полностью идёт в стройе основной идеи, которую Ген считает главной для киберпанка. Это о том, как технологии меняют жизнь людей. И здесь вот тоже самое. Какие необычные, так сказать, другие, маршруты, люди понимают жизнь людей. Так, например, когда возникают там, допустим, в того, в случае технологии социальных сетей, переночатая частичность? Ну, я думаю, это... 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 Я думаю, что они становятся охранилищами нашей памяти. Вот. Становятся, так сказать, некоторыми объектами, которые управляют нашим временем. То есть, например, когда мы храним музыку, фотографии, записи какие-то, мы храним сейчас компьютеры. Это наша память, частично. Когда мы программируем наши мобильные телефоны и органайзеры таким образом, чтобы записать туда всю программу и так далее, мы тем самым тоже, по большому счёту, заставляем их организовывать наше время. Так что мы все киберли, только в другую сторону. Остался неотвечный вопрос, подвещав из зала. Как ты сказал, неокиберпанк? Что это такое? Что это за зверь? Мне кажется, у нас неотвеченнее? Я думаю, это... что также добавляет лицо литерарь. Иногда это очень плохо, но в некоторых случаях, в некоторых случаях, тоже добавляет литерарь, тоже. Вы считаете, что это может стать литерарь? Я думаю, что есть интересный фьюген, и я надеюсь, что происходит. И сейчас речь идет о том, чтобы добавить туда какие-то уже идеи и какие-то качества той силовой литературы, при этом, конечно, только исключив составляющую, связанную с тем, что это не очень хорошо. И вот таким образом пост-киберпанк и какая-то литературная проза, которая придет в будущем на смену текущей, они будут друг друга дополнять, как-то друг с другом сольются, и вообще, Яну, было бы интересно посмотреть на то, как это все дело будет развиваться в будущем, рассказать о том. Юпсен плюс Энджел. Да, да, да. Это как то, что кородоктором пишет. Ну, здесь вот Ген уже ответил на мой вопрос, который я еще не задавал. Это если как бы от социальной части, от технологической киберпанка отойти и вернуться к киберпанку, как к некому литературному маркетинговому термину, да, который обозначает определенный тот или иной вид литературы. Вот, сейчас существует киберпанк, пост-киберпанк, парапанк, стильпанк там, и так далее, и так далее. То есть, вот эта вот куча всяких панков. Рибофанк. Да, рибофанк. Вот, то есть, это только как-то позволяет читателю сориентироваться, или это все-таки, ну, как-то будет вот меняться, что ли, там, сливаться, объединяться с каким-то, может, с мейнстримом. Или это вот будет вот какие-то литературные ниши существовать дальше, там, узкие литературы. Да, я думаю, это в стопии очень много пунктов, но и не очень пунктов. Студент пунктов много, красивые, красивые косы. И не пункт, они такие... Есть лишь пункт. Только один из... Я считаю, что такое, я продолжаю идти на оригинал музыкальной музыки, но в основном, что это было что-то для того, чтобы было реакция. А у нас всегда было что-то на сайте, а не было максимум. И, в общем, я думаю, что это было очень интересным для постс-цеперпунктов и для меня быть в этом. а сейчас это очень 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 в какой-то фикции, который будет остаться панковым. Да, да, да. С чего-то перед этим панком. Да, да. С настоящим панком. Да, да. Одна из вещей, которую мы постоянно забываем, это то, что в стимпанке, киперпанке и прочей панке главным является слово «панк». А все остальное – это эстетика определенная. Это определенный набор антуражных, технологий, социально-экономических эффектов. Но всегда должен быть панк. А панк – это протест. Панк – это не мейнстрим ни разу. Это то, что всегда должно быть наушник. В подвале все то, что должно быть наушниками. Вот это панк. И когда мы говорим о современном стимпанке, мы должны понимать, что большая из этого вообще не панк. Это просто эстетика. И когда мы начинаем говорить о пост-киберпанке и о этих возможных слияниях с литературной прозой, мы опять же должны понимать, что когда это случится, это будет очень круто и интересно. Это будут социальные романы. И читать это должно быть для нас современным, в общем, чрезвычайно важно. Но это тоже будет не панк. Это будет его явление. А панк, если он останется панком, как бы он ни назывался, он всегда будет такой протестной литературой, нишевой, и, скорее всего, он от этого всего делится. Вот. Подчеркну слово панк. Как говорил Лентов, я всегда буду против. Нет, ну это... Я всегда был против. Самый первый же рассказ Брюса Бетки, откуда пошел собственно термик, он так назывался киберпанк, там сын был у большого шишки, большой бизнесмен, был хулиган сын, который там постоянно приносил ему всякие вот свои хулиганства и неприятности, и в результате папа его просто упьет в армию. В результате этих всех компьютерных технологий, так сказать, процедур, вот эти вот все дела и закончили. Как я уже говорил, я возникла думать, это как в том, ну это как в панк, он efforts в вместе с тем чем-либо схем, и в том тем, что он всех уже говорил, что сегодня после того, это в том смысле, руководство о том, как в том смысле, в том смысле, в том смысле, Это было'Dang-ицарское рейд-цитут, на самом начале 1990 , старше элятипроводные танцы, в 19-1994, что был виден офицер-музикой. И, trabимо, многие панцы являются элятипроводными танцами Тут опять приходит угол аналогия с музыкальной сценой, когда после прохождения волны рок-панка, пришла волна ранней электронной танцеральной музыки, рейва и прочее, и вот слушая ее, можно было как бы ловить то же самое ощущение, протесты, и на самом деле совершенно пофигизма на то, что происходит с ними со всеми, которая присутствовала в рок-панке. И вот это был краткий такой период в начале 90-х, когда музыкальная сцена такая альтернативная, панцевальная музыкальная сцена только восстановилась. И с тех пор такого ощущения больше нет. Как и для настоящего рок-панка, я люблю Sex Pistols, God Save the Queen. Это очень много. Это очень рекорд. То есть у нас получается, что, например, Чен Буковский больше панк, чем, допустим, современный астер, который печатает сразу в сцена Буковский. Да, он так же. В смысле, он так же, он так же и имеет отношение. Но то, что я бы сказал, что он не имеет отношения с целью социальной революции в том, что мы живем в мире, где мы живем, меняется очень быстро. И технология меняется и, как мы живем, но он так же имеет хорошую революцию. Можно так сказать, хотя, конечно, с проблемой головой, потому что в его произведениях нету того чувства социальных перемен, назревающих и взрывов, которые должны присутствовать в таком правильном произведении, в этом жанре. Но, тем не менее, эстетика, именно социальная эстетика, там именно так. То есть протест там есть? Должно быть, помимо протеста, ощущение назревающих перемен? Да. Должен быть не только протест, но и не только протест. Должны быть перемены какие-то. Потому что до сих пор, в общем, гены разделяют, может быть, наивные представления о том, что люди, которые пишут научную фантастику, они меняют мир и хотя бы меняют или меняют жизнь хотя бы какого-то количества людей, которые их читают. Во всяком случае, это именно то, чем до него является литературно. Ну, то есть, уточнение, уточнение, еще вопрос. Дело в том, что Киберпанк появился в тот момент, когда шла информационная революция. Наверняка информационная революция. Чуть раньше. Чуть... Да, чуть раньше. Гибсон задолго писал в информационную революцию. Да, в девяносто... В восемьдесят четвёртом году. В восемьдесят четвёртом году. В восемьдесят третий год появление первого массового компьютера. Это... Это не революция. Но это не революция. Да, мы просто пришли в каждый дом. То есть, 10... Вот это уже была революция. А потом появление Фидо сначала, потом... Сейчас, чтобы какая-то такая, тоже, культурная проза появилась и стала массово популярной, нужна какая-то новая революция. Технологическая, социальная и так далее, охватывающаяся. Так же? Да, как он называл этим тестом? Да, я думаю, что. Да, я думаю, что это правильно. Визжинсков06 популярной го momencie, а это вот такая работа. Да, эта земля и металла. Визжинсковано. В общем, да, в целом, у меня согласен с этим утверждением. Когда он писал не роман, то он писал его на печатной машинке. О компьютерах он, в общем, знал достаточно малости. У него была такая какая-то четкая совершенно интуиция, это внимание развития технологий. И он поймал волну, которая в тот момент еще была на уровне разработок. Он поймал, у него осветлал, и таким образом предвидел то, как будет меняться мир с приходом этой волны, когда он наконец пришел. И Ян сейчас не видит такую же волну, но дело в том, что здесь надо все-таки иметь какой-то либо кругозор, либо какие-то, может быть, более молодые мозги, для того, чтобы подобного рода вещи оплавлять. Ну да. Вскорых, з Advisora и з campuses, Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да. До сборки, до сборки. Тайвуд реконтинующий. Ага, интересно. Яна рассказывает про ситуацию в Ганне, которая была свидетелем, которая была ровно о том, как убили технологии, совершают некую социальную революцию. С веб, значит, в Ганне есть такой развитый бизнес по колл-центрам. То есть определенный такой африканский хаб, для колл-центров, где работают довольно много людей в этой сфере. И выяснилось, что к большому счету, женщины хотят туда идти. Почему? Потому что туалет не хватает. А женщин в этом консистенции было задача. В одном колл-центре было 300-400 человек в городе. So what happened was that local neighborhoods, local districts, groups of houses would get their own little local Wi-Fi network set up. Угу. Понятно. They would set up a local Wi-Fi network and what happened was that women would go to each other's houses, groups of three or four women would all go to someone's house where they could use the Wi-Fi network, they had childcare, they had toilets, and they could drink tea while they were working. And what happened was groups of women then started doing online work, earning money, and in any society when women start earning money it changes society completely from the bottom up. And it was all because of little local Wi-Fi networks that maybe covered two or three hundred houses that they could form their own little clusters in the middle of the world. Well, what happened? What happened? In my home, in the entire camp, at the end of the world, compared to the center immediately. возникать беспроводные сети. Для обмена информацией и этими беспроводными сетями начали пользоваться женщины, работающие в колл-центрах. Вместо того, чтобы идти на работу, они собирались друг у друга дома, группами по 3-4 человека. Имея мобильные связи, не отвечая на звонки из колл-центра. Будучи в группе, они сдавали детей. Чтобы за ними следили, они могли печать, они могли ходить в туалет. И в результате женщины получили возможность работать. В следствии этого, они начали заработать деньги, а в любом обществе, где женщины начинают заработать заработать деньги, начинается революционный перевер. Я думаю, что это очень интересное. И это способ использования технологии в довольно маленьком способе, но, в результате, это революционный эффект, который любит общество, как Буман превратит более экономическим партнером. И это очень-очень цибер. Вот эта реальная история, она такая очень-очень панковая, потому что она именно о том, как, казалось бы, такие небольшие изменения, вызванные доступностью новых технологий, в данном случае технологии мобильной связи и беспроводной сети, приводят через цепь таких вот элементов к фактической революции в данном случае, опять же, в правах женщин. И это вот настолько панковая, как классика панковая тематика. Панковая тематика Бесконечное множество книг. Книжная ярмарка ДК Крупской. Едем за подарком.